В одной восьмой финала розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов сезона 86-87 Киевская Динамо встречалась с шотландским Селтиком. Первая встреча проходила в Глазго и сразу же с первых минут хозяева пошли вперед. И вот как вы только что видели, создали опаснейший момент у ворот советской команды. И нападающий Алан Макинелли угодил в перекладину. Макинелли, который заиграл стабильно в составе Селтика незадолго до этого матча. И в частности в предыдущем туре чемпионата Шотландии забил два мяча в ворота Мазервелла. А что касается Киевского Динамо, то Валерий Лобановский выставил такой состав на этот матч в воротах Виктор Чанов. В поле Владимир Бессонов, Владимир Гориллый, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Василий Рас, Павел Яковенко, Андрей Баль, Александр Заваров, Вадим Евтушенко и Игорь Биланов. Состав Селтика. Боннер в воротах. В поле Грант, Бернс, Айткин, Уайт, Маклеут, Маклеер, Макстей, Джонсон, Шеффорд и Макинелли. Дэвид Хэй тренировал тогда шотландскую команду и в канун этого матча Хэй обратился через прессу к болельщикам Селтика с просьбой прийти на стадион и как можно активнее поддерживать команду. Понятное дело, что в Шотландии относились с уважением к киевскому Динамо на тот момент к действующему обладателю Кубка Кубков. В 1-16 киевляне встречались с болгарским клубом Беруя и прошли его, сыграв в ничью 1-1 в гостях и победив 2-0 дома. Ну а вот с Селтиком также первая встреча проходила на поле соперника. Поле было довольно тяжелым, шли дожди на Британских островах в эти дни. И за день до матча, когда киевляне проводили тренировку, пошел даже снежок. Ну понятно, что публику это не отпугнуло и на трибунах Селтик Парк собралось 65 тысяч зрителей. Отразив стартовый натиск шотландцев, киевляне повели свою контур-игру и создали несколько неприятных ситуаций в штрафной соперника, неприятных для Пэта Боннера. И была атака, по ходу которой очень здорово Вадим Девтушенко вывел Игоря Биланова 1-1 с голкипером Селтика. И, как многим показалось, со стороны Боннер сбил нашего нападающего. Однако рефери, испанец Эмилио Саряна Аладрен, назначил всего лишь угловой. Вот мы с вами еще раз смотрим повтор. И такое ощущение, что пенальти на самом деле стоило назначать. Демьяненко подает угловой, мяч прилетает на дальнюю штангу и Вадим Евтушенко посылает его в сетку. Даже удивительно, как Евтушенко остался совершенно без внимания со стороны защитников-хозяев. И пусть там стояли игроки на штангах, Боннер был в воротах, но это не помешало Евтушенко с близкого расстояния отправить мяч в сетку и открыть чет. 1-0 Киевская Динамо повело. Вот если вы обратите внимание, то Алла Макинелли, нападающий 11-й номер, даже не обращал внимания на Евтушенко, по идее, мог поплотнее с ним сыграть. Ну а там уже отразить удар с линии вратарской, конечно, шотландцам было очень-очень сложно. 1-0 после первого тайма киевляне ввели в счете. И надо сказать, что несмотря на то, что Селтик мячом владел чаще и настойчиво атаковал, в частности, используя фланговые проходы и многочисленные навесы, острых ситуаций, по-настоящему голевых ситуаций, у ворот Боннера, пожалуй, возникало больше, чем у ворот, которые защищал Виктор Чанов. Это Моррис Джонсон был на наших экранах, 9-й номер, любимец местной публики, игрок сборной Шотландии. Вот он сейчас был близок к успеху. Надо сказать, что в канун матчей между Селтиком и Динамо штабы обеих команд любезно пошли друг другу навстречу и обменялись видеозаписями последних матчей в чемпионатах, соответственно, Шотландии и Советского Союза. И вот киевляне получили запись игры Селтика против Мазарвелла, а в Шотландию отправилась видеозапись матча между киевским Динамо и торпедовцами Кутаиси. Так что определенное представление о том, как те и другие играют, имелось. Но еще раз скажу, киевлян все прекрасно помнили по триумфальному выступлению в розыгрыше Кубка Кубков сезоном ранее. Вот один из примеров острой киевской контратаки. Игорь Биланов получает мяч, стремительно отрывается от соперника и бьет поворотом, но попадает прямо в Пата Боннера. Пат Боннер – легендарный голкипер сборной Ирландии, который долгие годы защищал и ворота Селтика тоже. Сейчас он свою команду выручил. Мы видим, что Мордо Макляут уже не успевал помешать Биланову, и вся надежда была только на вратаре. Селтик набрал очень неплохой ход на старте национального чемпионата. Это вот на тот момент команда лидировала, опережая Данди Юнайтед и Глазго Рейнджерс. Но киевляне были близки к успеху несколько раз во втором тайме. Посмотрите, какой феноменальный проход и навес Андрея Баля с правого фланга. Игорь Биланов снова на острие атаки. Он снова мог отличиться и сделать счет 2-0, пробил головой, но Боннер снова выручил свою команду. Много было жесткой борьбы в этом матче, но в целом игра была достаточно корректной. Лишь две желтые карточки предъявил испанский арбитр и обе футболистам киевского «Динамо». Олег Кузнецов в первом тайме и Павел Виколенко после перерыва получили предупреждение. Время шло и Селтик по-прежнему никак не мог даже отыграться, но продолжал настойчиво атаковать. Физически свою команду Дэвид Хэй подвел отменно к этому матчу. И сил шотландцам хватило до самых последних минут для того, чтобы штурмовать ворота «Динамо». И в конце концов эта активность принесла свои плоды. Моррис Джонсон со второй попытки сумел пробить Виктора Чанова и счет стал 1-1. Это произошло на 79-й минуте матча. Здесь стоит говорить о том, что не разобрались киевские защитники. Видите, одного шотландского футболиста оставили прямо по центру штрафной. Ну и затем уже Анатолий Демьяненко не смог помешать Джонсону принять мяч, ударить, а потом еще и добить мяч в сетку ворот. Счет стал 1-1. Это, в общем-то, не самый плохой результат для команды в выездном матче. Киевляне это прекрасно понимали, но в концовке встречи не изменили себе. Старались остро действовать на контратаках и, как мы увидим, могли вырвать победу. Но, впрочем, и у шотландцев тоже кое-какие возможности были. Александр Заваров в центре начинает киевскую атаку. Играет на Василия Рац. Рац слева возвращает мяч в штрафную, где уже находится Заваров. И вот тот самый момент буквально за 5 минут до окончания встречи, когда Динамо могло забить второй и победный гол. Но Заваров с левой ноги, ударив, не попал в створ ворот. В смысле опасных моментов и таких полумоментов, последнее слово осталось все же за шотландцами. В этом эпизоде судья зафиксировал офсайт у Заварова. Ну, а последний острый атак действительно провел Селтик. Мы с вами это чуть позже увидим. У киевлян в концовке встречи вышел на замену Алексея Михаличенко вместо Павла Яковенко. Ну, а Макинелли у Селтика был одним из самых активных до последних секунд. И вот его навес не сумел превратить в гол Моррис Джонсон. Ничья 1-1. Моррис Джонсон. Субтитры сделал DimaTorzok